Домашние дела Как я себя заставляю делать Знаете, все люди разные По характеру, по темпераменту, по энергии Для меня домашние дела Это совсем не нудные дела Я делаю их с радостью Потому что с детства я привыкла к чистоте Мне уютно, когда вокруг меня чисто Вещи лежат на своих местах Меня спрашивали Вы всегда соблюдали чистоту и порядок И кто приучил вас к порядку Я не знаю Приучили меня к порядку Либо это заложено с рождения Наша семья Все любят порядок и чистоту Я выросла в чистоте Когда жила с родителями Приходила из школы Я всегда делала уборку в доме Потом уже садилась за уроки Свои какие-то дела И свободная как ветер Но для меня уборка была прежде всего У нас всегда была в доме чистая Но все равно Если что-то мне не нравилось Увидела какую-то пылинку на ковре Саринку Где-то там Либо вещи лежат не там, где мне нравится Я все это раскладывала по своим местам Влажную уборку делала каждый день Мыла пол на кухне и в коридоре Между полосами, где пол был Все это протирала Сенки мыла обязательно И крылечки Раньше сенки это была как пристройка к дому У нас был большой частный дом Около 100 квадратов В общем, вот такую я чистоту наводила Потому что я не могла Когда где-то что-то там валяется Лежит, торчит, висит Не знаю Поэтому с детства я люблю чистоту И уборка для меня делается в легкость И у нас был, заведем такой порядок В субботу генеральная уборка Мы полностью мыли окна Двери, пылесосили Ковры, паласы Раньше вообще ковры и на стенах висели И полы все были застелены В общем, грандиозная такая уборка Была в субботу Все мы с мамой убирали, чистили, мыли Ну и каждый день тоже такая была уборочка Ну, небольшая, влажная Это вот я все после школы делала Поэтому уборка для меня не в тягость что ли Если, например, мне нравится жить в чистоте Это не должно быть в тягость Перехожу плавненько к вопросу о Лене Знакомо ли чувство Лени? Ну, конечно, знакомо Бывает, что ленюсь Если сильно лень-лень Мне не хочется что-то делать Например, мыть окно, мыть пол Или заняться уборкой Я отложу это занятие на другое время Но не слишком долго откладываю Один раз проленилась, отложила Второй раз проленилась Потом приходится в два раза больше тратить времени на уборку Например, даже на глажку белья Вот самое мое нелюбимое занятие Это гладить белье Накопила стопочку Ой, неохота, отложила Да, потом еще дын-дын-дын Она выросла И потом приходится полдня гладить белье Раскладывать по полочкам Даже иногда через силу себя заставляю Вот именно погладить белье И знаете, когда мне не очень хочется делать что-то Да, вот уборку по дому А это нужно сделать Я сразу включаю воображение Ну, у меня вот всегда так происходит Когда что-то вот не хочется делать Представляю, что промою пол Будет чисто, комфортно ходить Уберу в комнате, ничего не будет где-то валяться Пыли не будет Ну, сразу представлю, как это все будет чистенько, уютненько Воздух свежий, приятно глазу И сразу вот в процессе уже уборки возникает азарт Начинаешь все это быстро делать, убирать И иногда получается так, что ты вроде планировал эту часть убрать Например, на кухне Помыть кухню Но уже потом не успеешь оглянуться А вы, мол, там в шкафах убрал Дверцы помыл или еще что-то Я думаю, многим это знакомо, да? Начинаешь одно дело, потом ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды И смотришь Оу, сегодня я сделал это, потом уже не нужно будет Мне тоже писали, что вы, наверное, каждый день ходите там С тряпкой все моете, трете, убираете Да нет, вообще я с тряпкой не хожу каждый день Просто живу аккуратно, не разбрасывая стараясь Но все равно пыль, она каждый день пыль есть Встал там утречком, быстренько пыль стер с мебели, если она видна Секундное дело И меня, знаете, раздражает, когда вот пятна на зеркалах На дверцах холодильника, на шкафах Если вот видны, вот от пальчиков стоит Меня это просто бесит Если оно есть, я быстро раз вытерла и все Также с газплитой Вы приготовили еду Быстренько помойте, уберите вот эти все жирные капельки Если оставите вы там на следующий день ее отмывать Но потом приходится действительно долго Какими-то средствами отшаркивать Ну все делается сразу Увидела, грязь убрала В ванной то же самое Какие-то пятнышки, быстрой тряпочкой смахнула Там вытерла потеки Все чистенько, аккуратненько Так вот у меня происходит уборка Как планирую свой день? Свой день планирую всегда Планы я не пишу Все планирую в голове И планирую, причем я с вечера Вот, например, мне что-то нужно сделать на следующий день Я так коротенько, ясненько для себя распланировала Что я сделаю в первой половине дня Что во второй И что останется на вечер Мне нужно, например, сходить сегодня в магазин Закупить какие-то продукты Я определяю, в какое время пойду И примерно сколько времени на этом затрачу Так же и любые другие дела Потому что если без плана все как-то делать Ну, например, мне нужно сегодня это, это, это Может я успею это Получается какая-то неразбериха То есть хаос Сделали одно дело, не доделали, бросили А, я потом сделаю это Хватаешься за другое дело Тоже так же что-то не доделал Там придет в голову мысль А, мне надо туда-то, туда-то, туда-то Это не доделано, это не доделано И в итоге вообще ничего как-то Все, сядешь потом в конце дня и думаешь Блин, надо опять заново все это продолжать и делать Нет, то есть очень важна система Рассчитывать на свои силы Успеешь ты это сделать, не успеешь за день То есть ставить такие планки, что ты успеешь сделать В этот день сделала Ну, потом уже на следующий день там что-то по порядку Вот так вот я планирую Дни очень как-то легко Все получается, не знаю, ничего я не, ничего не, ничего не пишу Когда планируешь день, все успеваешь сделать, что запланировал Даже иногда остается время на что-то там другое Бывают, конечно, форс-мажоры Не ставлю ограничения по времени Потому что может быть что-то растянуться дольше Что-то быстрее сделаешь Но те дела, которые ты запланировал за день Я успеваю сделать Все-таки система бьет все, как говорится Вопрос, как избавляюсь от ненужных вещей? Да легко избавляюсь Во-первых, я не люблю покупать ненужные вещи Если мне эта вещь не нужна, я ее не буду брать Ну, бывает, пришла в магазин, хочу-хочу-хочу Мне это нужно Купила, принесла домой И как-то не пользуюсь этой вещью Ну, знаете, либо на дачу увожу Либо, не знаю Просто избавляюсь любым другим способом Из одежды тоже я люблю, когда вещи все используются Чтобы они не лежали Есть вещи, которые уже я поносила Ну, они мне уже не нравятся Ну, в хорошем состоянии Их выбрасывать тоже жалко Потому что они могут кому-то пригодиться Я тогда эти вещи собираю, передаю маме А мама уже там раздает Она живет в частном секторе Там есть люди, которые, ну, малоимущие Или большие семьи детям Вот так вот, кофточки какие-то там Юбки, которые я не ношу Ну, в очень хорошем состоянии Такие вещи я даю Обувь иногда, вот, хорошая Вот так вот я избавляюсь от вещей И знаете, я не люблю хлам Вот захламлять, да Не пользуешься этой вещью И жалко выбросить ее И знаете, как я делаю, чтобы понять Буду я эту вещь использовать или не буду Я просто ее, как бы, отложу на время И если за длительное какое-то время Она мне вообще не понадобилась Не пригодилась, я от нее избавляюсь То есть я понимаю, что она мне не нужна Хотя вроде сильно нравится Ну, если вы знаете, что она вам пригодится Может быть, какую-то подделку сделаете Либо сошьете, либо там что-то придумаете Какое-то творчество создадите Конечно, нужно оставить Пусть она лежит до каких-то хороших времен Ну, я как-то вот накапливать все это не люблю Копить, копить, копить Потом это все разгружать, расхламлять, выбрасывать Ну, я это не нравится Ну, опять же, я вам скажу Ну, все разные Кто-то собирает какие-то вещи, да Складывает, потом из этого подделки делает Да, это нормально, прекрасно Ну, надеюсь, я ответила на вопросы Чего и как происходит с домашними делами Ленюсь, не ленюсь И знаете, такой вопрос был про хорошее настроение Как быть всегда в хорошем настроении Бывает ли мне грустно, когда идет там дождь Такая пасмурная погода Сейчас я на этот вопрос отвечать не буду Ну, чтобы время не затягивать Если хотите, можем поговорить по этому поводу Вопрос, конечно, вроде бы простой Но очень глубокий Всем пока Самого доброго Делайте все свои дела домашние с радостью С удовольствием Ну, а кому лень, ну, поленитесь Потом сделайте, только надолго не затягивайте Все, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok